Здравствуйте, я Сергей Панарин. Это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Максим Загорулько. И мы говорим о проблемах, с которыми сталкиваются бизнесмены в нашем регионе в наше время. Мы в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 235-244. Звонок абсолютно бесплатный. Звоните, не стесняйтесь. Максим Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Максим Григорьевич, бизнес-амбудсмен – это должность в Липецке относительно новая. И еще и с приставкой на общественных началах. Чем вы вообще занимаетесь? Объясните. Аппарат уполномоченного при президенте был создан где-то уже порядка двух лет назад. Началось сразу формирование региональной сети уполномоченных. На сегодняшний день мы в Липецке уже работаем чуть больше полутора лет. И одним из самых важных функций, которые мы выполняем, я считаю, это именно построить коммуникацию между органами власти и предпринимателями. Между силовыми структурами и предпринимателями. Мы имеем право осуществлять запросы в различные органы власти. Мы имеем право, скажем так, по запросу предпринимателя вникать в конкретные вопросы, приезжать на встречи, разбираться в вопросах сложных порой. Даже очень, потому что каждое дело, оно вот различно, то есть нет одинаковых дел. И поэтому приходится вникать очень глубоко, где-то порядка месяца уходит на анализ ситуации. И после этого мы выносим решение. И фактически получается, что это сопровождение предпринимателя от конкретной жалобы до суда. Вот в суде мы участие принимать не имеем права, но мы, скажем так, консультировать предпринимателя не останавливаем. То есть если у него такая потребность есть, то мы его готовы консультировать и на период суда, когда у него это происходит. Но все-таки вот эта приставка на общественных началах, она меня, допустим, немножко смущает. В вашем аппарате сколько вообще человек? Или вы один? У нас порядка семи человек. Скажу так вам, на самом деле эта приставка, она не важна, там, на общественных началах ты или не на общественных. Очень важно то, как ты выполняешь работу. Выполняешь ли ты ее качественно или выполняешь некачественно. Со стороны аппарата уполномоченного при президенте, с Москвы к нам вопросов никаких нет, скажем так, негативных. Работу мы выполняем профессионально, юристы у нас одни из самых лучших в аппарате. Мы способны дать консультацию практически на любую тему. Поэтому общественное начало, это, скажем так, опять же, временно все. У нас на сегодняшний день принят региональный закон об уполномоченном. И в ближайшее время Олег Петрович примет решение о назначении уполномоченного на официальных началах. Но все-таки, когда предприниматели к вам обращаются, для них это что-то стоит? Это платные ваши услуги? Абсолютно бесплатные. Мы ни с кого не берем никаких денег, даже речи об этом быть не может. Это очень, с моей точки зрения, это очень серьезная помощь предпринимателю. Особенно, если говорить о малом бизнесе, где не всегда у предпринимателя есть юристы в штате, где не всегда есть возможность вникнуть в какой-то вопрос глубоко. Мы, это очень серьезная поддержка, серьезная помощь в разрешении какого-нибудь серьезного вопроса. Но к вам часто обращаются? Вот вы работаете полтора года. Звонки поступают ежедневно. Ежедневно. То есть люди о вас знают? Да, звонки поступают ежедневно. Мы открыты, у нас бесплатный телефон есть. Можете его назвать сейчас? 8 800 700 1787. Звоните в любое время, телефон всегда на связи. Мы располагаемся в бизнес-центре «Космос», офис 207, мой кабинет 205. Никогда и ни для кого двери не закрывались. Жалобы уже, кстати, что касаемо жалоб, именно когда предприниматель должен оформить жалобу. Прийти, заявить, что официально. Вот тут, конечно же, у предпринимателей часто бывают такие переживания. Чтобы не навредить. Да, да, не навредить. Ну, мы здесь, опять же, тоже проводим определенную работу, объясняем, что мы будем заниматься вопросом серьезно, что здесь это не игры, да. И мы обеспечим максимальную поддержку и, сразу говорю, защиту. Вот в плане этого у нас есть вот такие структуры, как прокуратура, МЧС. Вообще бы сказал, что это одни из важнейших партнеров наших в работе. Особенно у нас сменился прокурор Кожевников теперь у нас. Прекрасный специалист, по всем вопросам всегда вникает лично, всегда на связи. То есть для любого предпринимателя это, опять же, тоже. То ли ты будешь сам пытаться искать возможности взаимодействия с прокуратурой по каким-то своим вопросам, то ли ты обращаешься в аппарату полномочного, где мы лично занимаемся конкретным делом. Ну а я вот на самом деле думаю, что если предприниматели на кого и жалуются, то как раз они и должны жаловаться на чиновников, на прокуратуру, на МЧС. Они жалуются очень часто еще и друг на друга, потому что есть хозяйствующие споры между двумя предпринимателями, когда они там делят бизнес, кто-то там считает, что несправедливо, кто-то считает, что справедливо. У нас даже был случай такой интересный. Предприниматель находился в местах лишения свободы, нам направил жалобу. Мы благодаря системе УФСИН, кстати, вот это тоже одна из возможностей аппарата полномочного, встречаться с предпринимателем в местах лишения свободы. УФСИН в лице нашего руководителя Чейкина обеспечил нам присутствие в одной из колоний Липецка. Мы проговорились с предпринимателем, поняли суть вопроса, занимались этим делом. Мы прилагали максимум усилий, чтобы освободить его условно-досрочно. Бизнес мы ему не вернули, но он на самом деле сам не видел желания, чтобы мы вмешивались в этот вопрос глубоко. Он сейчас освобожден. А он сидел по экономической статье? Да, как раз именно был спор между двумя предпринимателями. И как бы он объяснял, что рейдерский захват одного из его партнеров. Мы единственное попросили, что раз он не обращается к нашим услугам, то чтобы он все вопросы решал в правом поле. Чтобы не было никаких, скажем так, 90-х годов у нас, чтобы в дальнейших не было более сложных последствий. Поэтому даже такие дела мы беремся, делаем и доводим до конца. Но все-таки вы сказали о спорах хозяйствующих субъектов. У нас есть арбитражный суд. У них здание красивое появилось. Зачем идти к вам, когда есть арбитражный суд, который примет решение? В любом случае суд – это особый институт. Здесь, скажем так, может быть десятки аппаратов уполномоченных, но суд – это самая последняя инстанция, которая может принять решение, и должна принять решение на основе законодательства и Конституции Российской Федерации. Мы именно та система, которая обеспечивает, скажем так, максимальную поддержку для выхода на конкретную систему. Если вы хотите победить в суде, я вас уверяю, в помощи уполномоченного по защите прав предпринимателей вам будет очень-очень в помощь. Как вообще официальные структуры? Есть прокуратура, допустим, они привыкли работать, что влиятельная, скажем так, структура. И здесь вдруг прокурору звонит какой-то бизнес-омбудсмену и просит предоставить какие-то документы, пояснения. Как они на это реагируют? Хороший вопрос, Сергей. И вот знаете, нам очень повезло, и всем, вот смело говорю, и липецким предпринимателям повезло. У нас абсолютно, скажем так, замечательные руководители в силах структуры. Вот я уже говорил про прокуратуру, я вот отдельно еще хочу сказать об МЧС, да, то есть абсолютно легко с этими людьми выстраивать отношения, с лидерами, с самыми главными людьми, которые принимают здесь решение. Абсолютно никто не закрыт. Телефон, встреча, всегда, пожалуйста, если есть конкретный вопрос, если есть конкретная проблема, никаких вопросов совершенно нет. Поэтому очень легко работать с нашими силовыми структурами, очень легко. Но единственное, вот, хотел бы заметить, что со структурами УВД у нас пока не совсем складываются отношения, немножко закрытые они ведут образ жизни по отношению к нам. Вот, соглашение у нас, хотя и подписано, вот, но работа идет тяжело, потому что сейчас, вот, вы знаете, что президент подписал указ по налоговым преступлениям, что если предприниматель не платит налоги, то завтра к тебе уже не налоговая инспекция придет с проверкой, а система УВД. Вот, поэтому здесь такие вопросы тоже часто возникают. Вот, вот, буквально на той неделе я лично занимался вопросом и встречался и с налоговой инспекцией, с господином Хижниковым. Кстати, я по налоговой инспекции, я возглавляю... Я вот хотел, кстати, спросить, вы все время говорили прокуратура, милиция, МЧС, а налоговую обходили? Я председатель общественного совета по налоговой инспекции, поэтому... У меня вот такой вопрос, вот, предприниматели называют это оптимизацией расходов, или налоговая называет это уклонение от налогов, вы можете? Выступать, скажем так, посредником в этих спорах, и чем вообще, как они вообще заканчиваются? Безусловно, мы можем, эту работу мы проводим, мы встречаемся с руководством налоговой инспекции. В любом случае, последнее слово за судом. Это должен понимать каждый житель нашей страны. Вот, если есть вопросы, если вы считаете, что неправоверно к вам были предъявлены те или иные требования, вы имеете право обжаловать их только через суд. Других вариантов нет. Мы здесь выступаем именно той системой, которая обеспечит вам поиск дополнительной информации, поиск дополнительных возможностей проведения независимой экспертизы, проведения переговоров с той же налоговой инспекцией. Я не раз обращался к Хижникову, и на все, опять же, вот говорю, да, нам очень повезло. Вот в плане этого наши лидеры надзорных органов силовых структур, они очень открыты, никто не закрыт. Но все-таки, на ваш взгляд, вот при нынешней налоговой системе в России можно вообще вести бизнес и как бы не нарушать налоговое законодательство? Потому что часто от предпринимателей приходится слышать, что, ну, если вот все платить, то это просто невыгодно. Это надо закрыться и заниматься чем-то другим. Сергей, вы абсолютно правы, да. Скажу прямо, ни в одной стране мира предприниматели не хотят платить все налоги. Это нормальное явление, это природное явление, да. Но в зависимости от того, в какой ты стране живешь, есть своя налоговая система, и налоги платить надо. Это вот все, не нравятся тебе налоги, не нравится ли тебе страна, меняй страну, веди бизнес в другой стране, плати там налоги. В любом случае тебе их платить придется. Что касаемо оптимизации, конечно же, это беда. Но эта беда, она, понимаете, опять же, надо понять, какие корни. Она тянется из 90-х годов, когда у нас система была достаточно сложная в управлении государством. Вот, поэтому кто-то заигрался, да, кто-то продолжает эту форму. Но скажу вам честно, что в последнее время и налоговая инспекция вам подтвердит, что количество уплаченных налогов в казну государства, в казну региона, оно увеличивается с каждым днем. Ну, потому что с них требуют больше, вот насколько я знаю, и они работают активнее. Не только требования и сознание, конечно же, требуют. Вопросов нет на каждое серьезное предприятие, в налоговой инспекции, скажу прямо, заведена папочка, в которой собирается вся информация не только о предприятии, но и о руководителе. Сколько он там тратит денег пластиковой картой, где он тратит, вот что он купил, сколько он заработал, а сопоставить заработанные деньги с потраченными денегами, да. То есть вопросы, конечно же, ежедневно налоговая инспекция задает. Но скажу вам честно, что и сознательных предпринимателей очень много. В любом случае ориентироваться на несознательных не стоит. Мы же с вами люди здравомыслящие, поэтому всегда вызываем именно к нормальному пониманию вопроса. Все-таки вы можете, вот вы общаетесь с предпринимателем, вы, собственно, в этой должности появились, чтобы вы как бы промежуточное звено между властью, наверное, и... Обеспечить защиту. Да. Все-таки вы можете, скажем так, выйти с какой-то законодательной инициативой в тот же Липский областной совет или в Липский городской совет, чтобы жизнь предпринимателей в Липске стала лучше? Это, кстати, и прописано в законодательстве, что одной из форм наших, скажем так, возможностей это участвовать именно в формировании текущего законодательства. Мы регулярно участвуем в так называемом ОРВ, да, это проверка, прежде чем, скажем так, какая-то структура принимает какой-то свой закон для себя, да, она этот закон отправляет на общественное слушание. Вот. Мы, конечно же, принимаем участие в таких вопросах, как на региональном уровне, так и на федеральном. Более того, мы неоднократно уже писали и по поводу федеральных законов давали рекомендации, направляли в Москву на нашего федерального полномочного Бориса Титова. Поэтому мы ведем очень активную позицию, мы не прячемся ни от кого, мы открыты и сотрудничали, готовы со всеми. Ну, хорошо, но будь ваша воля, была бы у вас такая возможность, чтобы вы вот конкретно под Липецк изменили в законодательстве? Знаете, вот сейчас, наверное, это будет сказать достаточно тяжело, потому что вот в любом случае менять законодательство нужно с учетом существующих обращений. Те обращения, которые есть на сегодняшний день, они, с одной стороны, разноплановые, а вот частые были, особенно по началу нашей работы, были по поводу вот именно вопроса по алкоголю, да, алкогольного регулирования в Липецкой области. К нам обращались предприниматели, которые вот там ларьки, рынки, да, кто вот держит конкретно магазины, кто вот, скажу честно, с одной стороны, я как человек, да, как может быть, если став на их сторону, как предприниматель, да, я их поднимаю, я их поддерживаю, это убытки, потери, не торговать, а как человек, я им прямо в лицо говорю, ребята, я против категорически, ну сколько можно нам заниматься ерундой, сколько можно нам спаивать наше население, вот опять же, да, с какой инициативой выйти на наш областной совет, поддержать таких предпринимателей, хотя их большинство, 95% обращений, связанных вот с алкогольным регулированием, все вот, пожалуйста, надо нам вот создать максимально комфортное слово, что мы могли торговать алкоголем везде, но такого быть не должно. Я считаю, что то решение, которое принято областным советом и региональной власти, я считаю абсолютно верно, и необходим этот вопрос, я бы сказал даже больше, как человек, я бы еще и ужесточил бы в этом плане законодательство, я бы еще взялся бы из-за всякие адреналины там и прочие, прочие напитки, которые реально вредят нашему здоровью. Вот если взять про молодое поколение, я его называю до 20-25 лет, это поколение пепси, вот вы посмотрите, они везде, они везде с этими баночками, они везде, они их просто пьют как сок, как воду, да, мы с вами воду пьем, да, они пьют вот какой-то энергетический напиток. Это крайне опасно для людей, поэтому поддержать такой закон нереально абсолютно. Максим Григорьевич, у нас время рекламы, она будет совсем короткой, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Максим Загорулько. Мы в прямом эфире, наш телефон 235-244. Максим Григорьевич, вот мы с вами говорим о помощи, ну, бизнесу, скажем так. А вообще вот надо предпринимателям помогать? Или хватит того, чтобы им просто не мешали, и они сами там как-нибудь выживут? Я думаю, что любой предприниматель скажет, конечно же, от помощи никто не откажется. То, что не мешать, ну, уже в нашей стране достаточно много за последнее время сделано, вот, чтобы не мешать, вот, допустим, даже вот проверке бизнеса, сейчас дана отсрочка на три года. То есть фактически ты три года можешь вести свое дело, к тебе проверки не придут. И, кстати, замечу, вот, опять же, наша прокуратура, в чем ее очень серьезная поддержка за этот год оказалась, порядка 30%, насколько я помню, если я не ошибаюсь, вот, ну, насколько я помню, порядка 30% несанкционированных проверок прокуратурой было отклонено. Вот, то есть получается, что конкретно, а это сотни проверок, если взять в масштабы Липецкой области, то есть получается, что, вот, представьте, столько проверок не будет осуществленной, и предпринимателям не придут, не зададут вопросы, не отвлекут их от дела, поэтому это огромная помощь. В Липецке есть вот так называемое бизнес-сообщество, на ваш взгляд? Конечно, конечно, есть. Хотелось бы узнать, чем оно занимается, потому что... Я, вот, Сергей, выскажу свою субъективную точку зрения. В моем понимании, предпринимательство сообщества Липецка, оно разделяется на три категории. Это вот поколение предпринимателей поколения 90-х, это вот где-то предприниматели от 40-45 и выше, да, лет. Вот, второе поколение, это вот поколение 30-40 лет, это те ребята, которые, вот, скажем так, как и 90-е захватили года, да, но работать начали в основном в начале 2000-х, конец 90-х. И поколение молодое, это вот 20-25 лет, молодые предприниматели, это уже ребята совершенно другие, это ребята с другим мышлением, это ребята, скажем так, которые в цифровом формате мыслят, которые уже мыслят категориями интернет-бизнесов, интернет-технологий. То есть это категория предпринимателей, которая очень кардинально отличается от поколений других. Вот, поэтому такие сообщества существуют, существуют клубы у нас, у нас существуют и общественные объединения, которые объединяют таких предпринимателей, вот, я, кстати, являюсь председателем Липецкого отделения общественной организации «Деловая Россия», вот, поэтому есть общественные структуры, которые работают, которые функционируют. И, кстати, вот, опять же, Олег Петрович Королев не раз обращался к предпринимателям и говорил, объединяйтесь, объединяйтесь в сообщество, объединяйтесь. То ли ты один придешь и заявишь о себе, скажешь, вот, я хочу что-то там изменить, закон, или ты выйдешь от общественной церкви. Нет, у меня вот еще такой вопрос все-таки, вот, в моем каком-то понимании, что вот это бизнес-сообщество, оно должно как-то напрямую участвовать в жизни города, может, даже, скорее всего, в социальной жизни города. Я знаю, что есть примеры, когда есть бизнес-сообщество, туда люди приходят, те же больные дети, и они знают, они могут там получить помощь. Вот в Липецке я не знаю таких примеров, если честно. Вот, не, я не спорю, что есть, наверное, какие-то… Наши предприниматели, поверьте, поверьте, наши липецкие предприниматели занимаются очень-очень серьезно благодарительной деятельностью. Очень большие тратят деньги, если говорить о том, в масштабе. Вот, сказать, что каждый, кто придет, всем помогают, так тоже неправильно, да, то есть завтра, соответственно, будет неразбериха, все пойдут и все будут что-то просить. Это помощь адресная, это помощь детским домам, это помощь и просто там малоимущим семьям. Вот сейчас у нас ситуация с беженцами, мы помогли с вещами, мы даже вот объявили, что мы готовы провести, скажем так, такой мастер-класс для наших украинских друзей, о том, чтобы взбодрить, поднять настроение, вот, то есть вот даже вот такую психологическую помощь мы готовы оказывать, к школе мы готовы детей подготовить. Вот обратилась одна семья, что на лечение нужно поехать в Калугу, вот, не хватает денег на билет, вот конкретный случай. Просим выделить пять тысяч рублей. Ну вот я считаю, что просто дать пять тысяч рублей неправильно. Ну, мы сказали, что мы готовы купить билеты. Скажите, на кого, сколько купить билетов, мы вам купим билеты, пожалуйста, до Калуги, обратно, что нужно там вам в дороге, пожалуйста, не вопрос. То есть вот просто адресная передача денег, она вот, понимаете, тоже такой вот вопрос очень носит щепетильный, да? Поэтому лучше помочь конкретным делам. А вообще вот, на ваш взгляд, предприниматели должны этим заниматься? Или, как многие говорят, вот я плачу налоги, а остальные вопросы к государству? Ну, Сергей, меценатство, благотворительство, вы, наверное, лучше меня знаете, да, что это во все века в России была основа для развития бизнеса. Поэтому, безусловно, это нужно делать, безусловно, наращивать, да, конечно, очень бы хотелось, чтобы наращивали такую дельность. Но эта дельность, она связана, опять же, с конъюнктурой рынка. Если ты не заработал, соответственно, чем ты можешь помочь? Поэтому, опять же, тут и налоговая система, и геополитическая обстановка в стране, то есть все вот эти факты, там, кризис их, да, все это, конечно же, влияет на то, сколько предприниматель выделит из своего бюджета. Потому что, опять же, это просто вот ты берешь и выделяешь из бюджета конкретную сумму денег на конкретные мероприятия. Вам не кажется, что вот в России, ну, в Липецке, давайте про Липецк будем говорить, что образ предпринимателя, ну, такой имидж предпринимателя, ну, не очень, скажем так, хороший, положительный. То есть это, да, это человек, безусловно, при деньгах, богатый, но такой жуликоватый, скажем так. Сергей, очень своевременно вы задаете вопрос, и меня это беспокоит, что вот действительно образ предпринимателя в нашей стране, он еще носит такой вот характер, не совсем вот подходящий, да, для морально-психологического удовлетворенности жизни в стране. Но мне кажется, я абсолютно уверен, скажу вот, вот, не тая, не кривя душой, что если мы хотим, чтобы в нашей стране были налоги, да, чтобы предприниматели делали отчисления, да, чтобы у нас наша экономика фактически развивалась, то главным человеком в нашей стране должен стать предприниматель. Я абсолютно в этом уверен. И вообще я считаю предпринимателей героями нашего времени. Вот, иначе мы по-другому страну не спасем. Где мы будем брать деньги на социальные нужды? Мы их можем взять только из бизнеса. Если бизнеса не будет, если мы его задавим, соответственно, и денег не будет. Поэтому предпринимательство – это очень серьезное дело. А вообще, на ваш взгляд, начать свое дело сейчас легко или сложно? На этот вопрос, с одной стороны, ответить легко, с другой стороны, сложно. Потому что, опять же, чем вы хотите заниматься? Производством. Производством, да. Производством, опять же, чего? Продуктов питания вот сейчас это актуально. Это крайне тяжело. Потому что это длительный процесс. Это земля, это удобрение, это селекция. В этом надо разбираться. И вообще, я скажу вам так. Я считаю, что основная беда нашего человечества в том, что по статистике порядка 70-70% людей, люди занимаются не своим делом. Они ходят на нелюбимую работу. Просто занимаются каждый день нелюбимым делом. Вот если бы наши граждане посмотрели себе внутри, честно сказали, я столевар, замечательно, для тебя завод, я там сельскохозяйственник, пожалуйста, я там промышленник, пожалуйста. Тогда бы гораздо быстрее наша экономика развивалась. Поэтому здесь все очень важно. Не только там земля, селекция и так далее, а находится ли человек на своем месте. От этого быстро ли дело у тебя пойдет, или оно медленно у тебя пойдет. Не, ну хорошо, вот у человека... Вы в Липецке встречали такие оригинальные бизнес-идеи? Не открыть магазин по продаже пива, а что-то... Вот с идеями оригинальными самое сложное. И поверьте, не только в Липецке, а в мире. Вот создать Facebook или там Skype, который там весь мир обхватит, это самое сложное. Проще всего взять скопировать, кого-то повторить. Повторить, самое сложное придумать. Поэтому сейчас, вот вы правильно задаете вопрос, развитие вообще экономики будущего мира будет именно в поисках идей. Вот кто самую более оригинальную идею придумает, тот и будет успешен. Но, что касаемо, опять же, в Липецке, да, встречал ли я идеи? Да идей много. А вопрос, я всегда задаю человеку, а что ты готов сделать для того, чтобы эту идею воплотить? На что ты готов? Ты чем готов пожертвовать? И тут начинается вот сразу, да вот, как бы вот, там того не хватает, этого не хватает. А я всегда задаю вопрос, а кто тебе сказал, что там этого не хватает? Кто тебе сказал, что там тебе закроют дверь, не откроют? Да вот мне там кто-то сказал, что вот там вот будут вот такие сложности. Вопрос, вот, знаете, мы всегда отвлекаемся на то, что кто-то где-то что-то сказал. А нужно, скажем так, вставать, идти и делать. Вы являетесь сторонником, что предпринимательству надо учить. Да. Все-таки вы как себе это представляете? Мне просто непонятно, вот смотрите, вы, допустим, я знаю, как заработать много денег, пойду научу кого-нибудь другого. Но такого же не бывает, если ты знаешь, как заработать много денег, ты себе, наверное, заработаешь, я думаю, как предприниматель. Но ты не всегда можешь угадать, ты можешь ошибиться, соответственно, обанкротиться. Поэтому предпринимательство, с моей точки зрения, это такая же наука, как биология, как химия, как физика. Вот, к примеру, да, вот какие у нас вузы, я всегда опять же задаю вопрос, какие у нас вузы серьезно занимаются таким вопросом? В каких у нас вузах есть предпринимательство, да, такая дисциплина? Да, есть. Но есть экономические факультеты. Есть, да. Но вопрос, а кто преподает на этих факультетах? У меня вопрос к этому преподавателю, да, какой образ? А если ты преподаешь экономику предпринимательству, а заработал ли ты миллион долларов в своей жизни? А создал ли ты бизнес-проект с нуля? Довел ли ты его в конкурентной борьбе до какого-то результата? Поэтому, с моей точки зрения, результат, вот я именно про вот такое обучение предпринимательству говорю, что у нас полно в Липецке успешных предпринимателей, которые готовы включиться в такую очень важную социальную работу, которые не просят денег, они готовы работать с вузами, они готовы принимать участие на дипломных проектах, они готовы давать темы для этих дипломных проектах, чтобы потом этого студента забрать себе. Но здесь нужна еще инициатива и вузов. А, то есть в вузах нет инициативы? И в чем там проблема, что там нет квалификации? В вузах есть своя программа. Тут, понимаете, все достаточно сложно. Где-то и предприниматели грешат с инициативой. С одной стороны, он говорит, да, я готов работать, потом ты начинаешь с ним созваниваться, вот я занят, я в командировке, я улетел, я уехал. То есть тут комплекс проблем. Но здесь, опять же, должно быть обоюдное желание. Должно быть обоюдное желание этот вопрос реализовать. Мы готовы к сотрудничеству со всеми вузами, мы всем это говорим, поэтому регулярно проводим мастер-классы, тренинги обучающие. Поэтому мы как бы со своей стороны эту работу выполняем. А мастер-классы, это кто их ведет? Как раз те самые предприниматели? Я в год порядка 20-25 мастер-классов провожу, касаемо вообще предпринимательства, успеха, позитивного мышления, развития человека. Поэтому и коллеги мои, друзья неоднократно такую работу проводят. Поэтому эта работа ведется, но она может быть не такая масштабная, как хотелось бы. Но опять же и у нас, и времени не всегда хватает. То есть каждый день ты тоже не можешь заниматься такой работой, потому что у тебя еще есть бизнес, у тебя есть люди, перед которыми ты несешь ответственность. Ты должен выполнять дело, конкуренция нарастает с каждым днем. Геополитическая обстановка, вы видите, какая. Поэтому нам скучать не приходится, это точно. И всем предпринимателям Липецкой области. Да, у нас время тоже подошло к концу. Максим Григорьевич, спасибо, что пришли. Спасибо, что ответили на наш вопрос. Это была программа «Точка зрения». Сегодня у нас в гостях был уполномоченный по защите прав предпринимателей Липецкой области Максим Загорулько. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова